Бурятия надеется получить силу Сибири-2. Газпром разрабатывает проект большой трубы в Китай, а это значит, что газопровод может дойти и до Бурятии. Мы смотрим несколько вариантов и большой трубы, и использование жиженых природных газов. Разные подходы. Понимаем, что в первую очередь завязано на реализацию проекта строительства газопровода через Молголию в Китай. И с учетом той работы, которую сегодня газпром проводит, такая работа совместно с Молголией, мы надеемся, что все-таки этот проект будет реализован, и в Бурятии и в наших соседних регионах появятся долгие перспективы. Республика уже частично газифицирована. Рядом с новыми школами и детсадами возводят локальные газовые котельные. Перевести с угля на газ планируют и северные районы. Но массово голубое топливо в Бурятию может прийти только через трубу. Это понимают и в федеральном центре. На следующий день дальневосточный регион газифицирован на 23,8%. Это существенно ниже, чем в среднем по Российской Федерации. Поставлена задача до 30-го года удвоение газификации и заведение этого показателя до 40% по региону Дальнего Востока. Представители «Газпрома» попросили определиться с прогнозами по потреблению голубого топлива и провести подготовку. По данным правительства республики региону, каждый год потребуется больше миллиарда кубометров газа в год. Все это на функционирование улан-удэнских котельных и промышленных объектов. Но такое масштабное переоборудование будет дорогим и долгим, поэтому власти Бурятии предложили разместить в регионе установку по производству сжиженного газа. Топ-менеджеры компании пообещали рассмотреть такую возможность. Никита Корабенков, Бадр Халматов, телекомпания «Оригус».